всем привет 9 апреля давно не проводил опрос вопросы опросы если есть кого вопросы задавайте можно здесь писать под видео можно зайти желательно в зум и задавать вопросы голосом тема конкретно нет так что по любым вопросам отвечу здесь конечно они есть сегодня кого приглашал просто не сошлось встреч сорвалась что там меня слышно вообще с неверифайами ну я работаю сейчас только что разговаривал как раз о тематике от того что ничего нам нужны очередные звезды на старте для того чтобы у нас была конверсия что была максимальная конверсия нам нужно на старте максимальное количество звезд я уже по этому поводу раз но говорил что бывает критическая масса количества отзывов которая будет действительно серьезно влиять но ты счет двух на начальном этапе сразу страну не сможем сделать только если как он не делал склейку склейка будет кривая склейку отклеивают но далеко не во всех нишах далеко не везде по критичным просто очень многих нишах склейку отклеивать если в топовый продавец если вы не топовый продавец и в ниши не отклеивают каким-либо причинам не знают там все склеивают там я не знаю по какой причине но есть такие ниши где не отклеивают или отклеивают очень рельг вот там соответственно склейка нормально работает во всех остальных случаях надо делать что-то другое что-то другое это два варианта первый вариант это не верифай я сейчас так и делаю я делал в день например там пять-десять продаж делаю один негриха один-два негриха риски есть однозначно есть но за другие действия также баня также белый стенды ничего там по весь голос кричает что какой плохой не верифай и какой хороший там например технический осин я уже слышал и за технические осины наказывают вот так что манипуляция отзывов она есть манипуляция отзывов все зависит от ваш конкурент кто на вас жаловаться будет или зависит от вас если вы принимать привлекать к себе внимание не привлекайте никогда себе внимание только за редким исключением вот старайтесь никому не наступать на чувствительные места тоже вас тогда на начальном этапе банки будут я на данный момент я говорю где-то 5 выкупов в день но один отзыв не верифай но пока тьфу тьфу работаем потихонечку другого варианта я не вижу потому что при плавном росте мне такого подозрения по крайней мере чтобы опять же меня пожаловать не уже была ситуация меня застрелили когда я залил в день 50 штук сто процентов там у меня пожаловать вот но и многие знают же от эти все программы в той же кипе можно посмотреть как резко растут аудио сейчас мы очень серьезно относимся но надеюсь по крайней мере на автореспондеры но здесь мы настроили взяли его базовое письмо пока ничего сказать не могу где-нибудь через месяц через два как раз в москве будем уже будет статистика надеюсь расскажем кстати всех приглашаю на столетом 2 июня будет мероприятием я считаю по технической части однозначно лучше в этой тематике вообще равных не было ни разу никогда не собирали такую серьезную группу ребят по писям то есть это будет федя федорчук ковалев вот и справим они бы по пики сия соответственно по общим вопросам ну и первую очередь моя задача раскачать и вот этим вопросов потому что чтобы были интересны ответы нужны нормальный вопрос вот так что приглашаю всех в апреле месяце у нас там сейчас как раз собирается это 50 долларов в май будет дороже вот не тяните резину нам надо организовывать надо понимать какое количество участников будет как и зал снимать и все остальное деньги есть копеечные людей надо привезти там из разных стран ну вот принципе организовать это не так просто на самом деле уважайте нас мы будем делать классные мероприятия просто поймите правильно все это организовать чаще всего вообще никому не надо чисто на таких вот ну по большому счету всем не помогать бесплатно сделать и здесь исключительно такая желание получить информацию потому что если бы таких встреч не будет информации будет обмена не будет networking не будет ничего вот а если нам это будет очень тяжело всегда делаться и у нас никто не будет помогать в этом отношении там не будут там репосты делается не будут рассказывать об этом может быть кто-то расскажет как по фейсбуку помочь нам надо рассылку делать вот мы просто не будем эти мероприятия организовывать и все все в этом отношении однозначно проиграем так что не верифай работает скромно спокойно но не более того по негативно верифаем никак никак не было никак не сейчас да есть там abus report можно как бы писать можно много писать бывает удаляет вот то есть это вот у нас есть группа специальная тоже хотел сказать есть группа у нас проект amazon она основная в этой группе мы обсуждаем самые главные вопросы общие вопросы так далее есть вторая группа конкретно для стоков товарных остатков для продажи для верифаев для голосования то есть в принципе там нормальный трафик там больше 4000 людей живых настоящих которые туда приходят да естественно есть везде и негодяй всякие аферисты но в любом случае там много ребят которые вот сейчас конкретно работает с амазоном они покупают товары или продают отставая эту группу как раз я и развиваю в том направлении чтобы именно купи-продай большую группу я все все объявления удаляю куплю продам поставьте плюсики проголосуйте там проект есть специально для этого группы есть много тематических групп и по дропу и по европе и по села и по всему остальному даже вот на днях телеграм-канал взял тот приглашает телеграм-канал чтобы общаться был удобней различные способы канал это так скажем ищем вот так что пожалуйста вот а так верифай только перекрывать и все есть даст другой способ это делать опять же что-то типа технического осина у него сливать отзывы она обычно массиве соответственно торговать когда накапливать критическая масса просто делать рестарт и заново все это перезапускать немножко это напрягает но многие люди как бы этим занимаются многие поэтому по этой тематике работают а григория правда что перезапускать не работает смысле бус не включается я не знаю куда эта информация из-за этого не могу сказать правда-то неправда я так делаю все работает в обычном режиме я не знаю не так меня такой информации не кто это написал кто сказал почему такая ситуация наверное надо спросить у меня в первую очередь вот если хочешь если есть желание всегда все познаются в сравнении то есть надо то есть надо товар вывести попробовать достануть надо соответственно как искать через смена осина это сделать попробовать но я как бы этим не страдаю мне там уточнять это не надо интересно ну я не знаю андрей по поводу нового хака по поводу индусов ничего не могу сказать я очень не экспериментатор вот и эксперименты мои ближе все-таки каким белым способом то есть мне интересно больше вещи связанные с фундаментальными такими заходами то есть что я могу использовать на длину перспективу просто продвижение каких-то ключей там что-то такое вот но это честно могу сказать фигня вот это больше такая точечная какая-то инъекция да это нужно я не спорю вот но чтобы ради этого бегать там искать 10 проверяется это не интересно интересно проверять какие-то серьезные заходы такие долгоиграющие которые у нас будут долго играть который долго нас будет кормить вот и то что индусы там делают но они могут сделать потом будут тут они жалуются они обманули там еще не очень интересно вообще не смотрю сейчас boost как был он так и есть это правильный offer то есть правильная цена правильная цена входа точнее это нормальный листник нормальные фотографии на вопрос вот с отзывами вот он действительно на данный момент такое основной потому что есть много разных вариантов когда выбирать свой не верифай склейка технический осин там я не знаю что то еще там люди делают но этого действительно принципиально то есть если у вас первого дня уже есть там 10-110 отзывов вы сразу можете запустить и писем вы можете запустить на 10 долларов и всю жизнь коллипаться вот эти 10 долларов можете поставить просто там тысячи долларов вот и на тысячи долларов там в течение короткой времени максимально получить информацию о своем товаре вот и писем потому что ну как бы я его не любил вот почему я например сейчас форум дела то что я середина декабря сам стал заниматься пися и вот за это время достаточно наработал я не могу сказать что там великий гуру пи пи си никогда особо не интересовался дело определенные элементарные вещи которые мне приносят доход все мне больше я не хочу о нем говорить о пи пи си я не хочу там что-то такое уточнять я хочу просто нём от него получать результат цели задачи каждый раз разные то есть пример он есть цели там по за кто вытянуть ключи есть цели по косу получить там 10 процентов есть цели еще что-то сделать вот каждую цель минут я к решаю мне в основном цель 1 это качать через пи си максимальное количество оборот то есть пускай окос будет 30-40 процентов меня устраивает моей маржой вот чтобы мой товар был всегда в топах меня какая-то болезнь то есть я не могу в середке оставаться мне хочется всегда быть в топах да и когда дохожу до топов я задираю цену и зарабатываю еще в два раза больше чем зарабатывал до этого вот здесь с этим проблема огромная проблема то что надо и гетинг иметь и торговую марку иметь и много всяких моментов чего у нас на данный момент нет ну из-за этого и страдаем вот и страдаем и конкуренция нечестно и все остальное ну опять же нарабатываем опыт опыт мы надеяться использовать в дальнейшем а григорь я знаю что в каждой нише по разным но все-таки сколько примерно надо раздать товаров на так чтобы я даже об этом голову не сделала я вижу в группе меня сейчас купон deals больше 50 процентов занимается раздачей он по и бем то есть без товар вот у нас там как раз группе не крепишь то вот они фотографии но и так как они вем раздает неважно что они будут какие фотографии писать свои товары не дадут за ответом пропускаю только с фотографиями которые и в день ну так вот это клепание технического осина там это экономия денежных средств каждый решает по-своему я пока на данный момент так как торгую недорогими товарами даже голову себе не сбиваю я именно продаю товары просто в цвет отдаю и чтобы получить буст вот я понимаю что хорошо и технический осин я понимаю что хорошо и реальный буст я понимаю что накопится негатив из-за этого мы сейчас автореспондерами работаем будем и будем вникать вот это это фундамент вот автореспондер если будет работать я вижу моих конкурентов то что у меня там продаж 100 200 продаж где ну блин ну не может быть такой же на этом день все время один-два негатива приходит ну не может так быть должна быть если столько продаж должны быть позитивно 0 и покупать не просто так эти речь вот за это вот с этим как бы работаем пытаемся это выстроить чтобы работа была опять же на долгосрока упор весь именно на это все вот вот эти вот ухищрения которые я раньше рассказывал используя и продолжая рассказывать исключительно для того чтобы закрыть какие-то дыры но не более того то есть любом случае я понимаю что надо делать правильно надо делать много 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 всяких вещей вот тот же автореспондер то есть мучаемся не получается получается но над этим работаем вот я принципе никогда не задумываюсь там на первой странице ключи огромное количество их тысячи как правило вот и я никогда не задумываюсь там сколько раздать но на данный момент ну наверное я сотку отдаю просто чаще всего мне 100 раздать не мог не в этом 50 я другому человек потом 50 50 100 я раздаю ли все раньше меня была жесткая стратегия четкая которая отлично работала в огромном ну я не знаю кпд было просто умопомрачительно если соизмерить желание с возможным потому что бывает мы заходим ниже а там трафик такой что надо раздавать не по моей стратегии например а там пять раз больше естественно уже начинаются ну страшно уже непонятно зачем туда полезли вообще то есть не рассчитали свои силы и это вот по факту но если мы рассматриваем вариант обычного товара заходил все четко когда мы раздавали загружали амзовом смотрели какие нас ключи пробились и мы туда заливали трафик это самый четкий нормальный способ как поработали часом с ними рифа и проблемы со всеми к этим моментам проблемы я запустил соответственно ppc частная проблема с быстрым стартом то есть начальном этапе отзывы отзывы конечно можно опять же еще раз говорю по-разному прикрепить эти 10 20 30 там 50 100 даже вот и от них оттолкнуть можно можно это все сделать ничего такого особенного нет и технологии есть ничего такого страшного нет но однозначно я уже запустил ppc то есть я уже запустил оптореспондер я уже соответственно запустил вот эти вот 50 100 сейчас на данный момент мне эти отзывы нужно максимально быстро раньше мне не нужны были быстро потому что не верифай закрывал все вопросы сейчас я не верифай пользуюсь но очень аккуратно очень аккуратно то есть 1 2 3 день то есть вот рандомно от одного до трех день да я рискую можно мне там чего угодно говорить однозначно рискует ну еще раз говорю все до одного способа все страдают из-за склейки можно пострадать за все стороны можно пострадать гипотетически все это у меня аккаунт забанили не за отзывы просто человек мне прицепил свою свой пать свою торговую марку и пожалуйста на то что я типа использую торговую марку о чем вообще говорить ну то есть причем тут отзывы не отзывы то есть отзывы у меня была проблема да там я чуть-чуть утерся он никиту три раза уже забанили вот у него проблема с аккаунтом да я не спорил но еще раз говорю сколько этих отзывов делали тысячи в десятками тысяч так что я на данный момент пока делаю так потому что я не знаю что например делай что будет с этими техническими осинами я не знаю будут ли суммироваться эти отзывы в будущем я пока это не знаю голосе денисга но 50-100 штук вполне достаточно для товаров для обычного товара для товара который ну не знаю там 30 продаж в среднем день примерно на первой странице ну то есть вот такой вот товар 50-100 достаточно для этого должно быть все быть четко хороший оффер хорошее предложение хорошая цена хороший лист хороший под то есть без этого никак так еще вопрос есть зуме нас так понимание кто не хочет думать так по группам раньше рекомендованной группы были сверху на странице вот смотрим сейчас рекомендованной группы я посмотрел правила мазу фейсбук поменял сейчас и здесь нет перенесся по моим выписание короче тогда вот так вот забивается проект amazon все мои группы они будут вот с концовкой проекта маза проект amazon проект amazon проект amazon проект amazon ну то есть в ближайшее время есть конечно другие много всяких мероприятий но это мероприятие касается в первую очередь для профессиональных продавцов приват это не для любителей не для новичков не для зрителей а именно для реальных профессионалов потому что это самая самая крутая тема вот которая поможет многим очень будет много раскрыто всяких кейсов историй и мы записывать записи не будет соответственно будет это такое коварная так скажем беседа и так далее вот это некоммерческий продукт ну вот очень очень серьезные вещи не популизм не привоз непонятных людей которые пять лет назад чем-то торговали и вспоминают когда они были если бы я был бы дедушкой вот именно по факту люди которые сейчас работают этим зарабатывать и занимать вот одни из самых известных самых таких серьезных специалистов эти писи на мой взгляд естественно есть люди которых я просто не знаю вот мы пригласим тех кого знаю думаю очень многие знают будет очень интересно а нам помогите заранее просто чтобы мы с плане могли спланировать будет благодарен так села шипнем она битраж и бэй ну все достаточно групп есть естественно у нас страничка фейсбуке там тоже самое можно все посмотреть ну здесь амазон бизнес вот здесь тоже есть рекомендованная группа немножко притормазывает что еще интересно что интересно на данный момент мы сделали таблицу инструмент немножко я временно переделал почему временно потому что у нас в ближайшее время будет сайт вот на сайте будет более цивилизованно еще более удобно здесь все наши услуги чем мы занимаемся на любой зайдете все кликабельно ну так что может посмотреть кому там что интересно вот ближайшее время будет у нас сайт по сайт по обучению вот на этом сайте будет два варианта платный бесплатный курс как бы более менее всем известен как он там работает если кому интересно могу скинуть бесплатный курс думаю будет заинтересует еще больше количества людей потому что у нас далеко не у всех есть возможность учиться за деньги многие считают что надо самому сначала попробовать там учиться чему то но это делал каждый этаж вот те кто то та информация которая у нас болтается в интернете она часто очень полезная очень много но есть нюанс первый нюанс она устаревает вот второй нюанс она не систематизирована предположим мой канал видео по два часа есть и запуск товара и выбор товара и различные там гости приходят разные вещи рассказывать и про PPC в том числе вот но именно нету порядка действий первое действие второе действие третье действие есть соответственно сайты по обучению на них есть видео по бесплатное видео по обучению но там раньше по краям было там 4 5 там я не знаю видео вот сегодня я заливал на наш сайт эти видосы на данный момент там 31 видео сейчас мы там дольем еще пару то есть начнем наверное как на сайт дойдет до рабочего состояния на начальном этапе будет 33 видео я так понимаю вот но таким сам 33 видео это начиная с регистрации на аккаунт на amazon заканчивая стратегии запуска заканчивая написанием листинга заканчивая работа с фото все достаточно подробно многие видосы короткие специально потому что не хочется лить воду а именно хочется это давать действительно полезную информацию вот без пережевывания непонятных вещей и второй момент это есть именно видео технически то есть нажми сюда прожми сюда получишь вот то а есть видео теоретически то есть представление понимания вот максимально стараюсь балансировать естественно платно-бесплатно отличается в первую очередь подробности потому что да там есть в любом случае платное видео платных курсов на информации гораздо больше но но самое главное естественно нет самое главное для меня это личное общение передачи личного опыта и контроль то есть без контроля можно сделать просто ошибки бесконечно вот в этом вся проблема то что нет критерия от чего оттолкнуться критерия оценки своей работы плохо хорошо много мало хорошая маржа плохая маржа сколько надо 50 сделать или 100 раздача почему 50 почему 100 раздач на что надо внимание обращать ну то есть вот такие вот вещи которые надо прорабатывать у нас там еще никуда зашло никуда зашло еще вопрос есть у нас ну сегодня например я видел это таки ну туда то есть там основная масса видео из нашего вот эту платно корьф которую мы все написали но но в случае выстроить эту структуру достаточно просто дать я чё видео хоть смотришь ну да да ну вот для этого делаем как бы то есть просто как я говорил на мы не особо стремимся к конкуренции с ребятами которые занимаются профессиональным бизнесом которые основные свои деньги вкладывают в рекламу там и знания не как бы совсем другого порядка нам этим заниматься не охота особо мы занимаемся продажами тратим в основном время на продаже и хотим просто дачу такое ничего другого нет уникальное как раз чем у нас вот эти же маркетологи так скажем учили ну вот мы это и даем даем абсолютно полный развернутый курс будут конечно мы оставим там возможность написать и какие-то как это сказать пожелание то есть какие-то видео допилим мы и платном курсе допилим видео то есть вот сегодня я видео по его там допиливал как раз вот верификации через пионер ну вот я же не денис мы не делали качка я ее не знаю как делать но ее гораздо сейчас проще верифицироваться чем через тот же там сбербанк на украине да это не востребовано особо потому что через приват он дает на английском языке отличный выписка видит заботный а в россии если сбер альфа я не помню но в любом случае это геморрой но ты за этого так потихонечку допилим вот у нас там шиппинг например там видео он такой сборная солянка там сразу от лисинга к шиппинг ща будем вот жизнь как раз и не отдельно пишет то есть так допиливаем допиливаем пишем некогда этим заниматься ну реально некогда тем более я понимаю сейчас мертвый сезон начнет то есть лето это мертвый сезон в принципе все идут отдыхать и такая жесткая активность пойдет там ближе к августу из-за этого мы даже отложили там большой форум на там ближе к августу сентябрю это я не знаю нужен ли это формат я не хочу формат 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 именно ну длительность вот этих штук я лучше бы там например там то есть ему многие ребята говорят мы вот раз в год делаем там раз полгода делаем вот такой большой что-то там туда-сюда не знаю на имеет место быть мне интереснее больше быть в теме теме что быть раз полгода это но это смешно просто то есть это больше такой сбор там чего-то там послужит а мне просто встретиться шашлыка поесть там водки выпить наверное больше в таком формате ну по крайней мере что в минске делал я вот это назвал то есть я не знаю я не помню ни одного выступления лично мне выступления были не моя тема то есть там половина подробно например половина какие там еще вещи то есть это говорю конкретно я себя естественно вот из-за этого мне больше формат вот приехали один день отработали прям реально отработали сил хватит все разбежались начали использовать информацию а если там несколько дней если там с отдыхом в пятом сервину и там это не работа вот я я хочу именно профессионально исключить вот эти вещи да можно собирать внешний трафик людей рассказывать что про amazon это одна тематика это тематика это инфобизнес это учить людей это рассказывать двигать вообще эту тему ничего из такого зазорного нет нормальная крутая тема почему не продавать такую такую услугу если знаешь и что ты можешь дать вот вот эти на данный момент мероприятие исключительно для тех людей которые торгуют на мазоне которым эта информация нужна естественно я говорю это для всех для тех кто только запускается уже запустились уже давно запустились потому что для тех кто в пи писи уже все знает разбирается это просто пообщаться просто отличное networking отличное общение просто супер лишний раз зарядиться и каких-то новых фишек там услышать подработать потому что это чисто техническое собрание не популизм не разговоры о космических кораблях которых космос там бороздят и вот и что-то там делают где-то там живут потому что вот такие вот мероприятия буржуев там он я слышал там и 15 и 20 тысяч долларов собирают делают там куда-нибудь и там под чуть ли не подписывают бумажку они разглашения просто главное просто правильно распиарить и правильно создать ценность мы на данный момент эту ценность не создаем у нас не такой цели задачи там у ребят как бы они там спицы в этом отношении раздуется муху и слона и она точнее слона из мухи ну вот ну вот так вот будем будем потихонечку этим заниматься обучают по 300 баксов собирая как миллионы зарабатывать но у меня но мы также начинали в том году в это же время мы также с людей брали 300 долларов ничего такого здесь нет вот во первых это объем знаний во вторых залами собирал в ладошку еще раз за лично они зала сыграл а там чё зала собираешь что я просто нет не курс какие зал собираются по любым тематикам а но это дача не но это понятно это инфобизнес нормальная тема то есть люди этим деньги зарабатывают то есть они вкладывают свои знания умения именно в только как собрать трафикса собрать лиды и вот эти лиды и лиды и лиды и лиды сколько стоит ли там сколько стоит один ученик вот этот видео и они соответственно это собирает рекламирует я если бы мог эти зала собирать я бы чё отказал что нет на данный момент просто каждый человек себе расставляет приоритет нужные роботы правда мы очень не можем этим заниматься я соответственно пока получаю удовольствие всегда любил торговать получает это удовольствие и занимаюсь просто я даже в этой ситуации сейчас вот немножко распыляюсь вот меня это чуть-чуть напрягает и я хочу быстро этот сайт закончить чтобы он шел вот посмотреть там какие-то каналы там как это все продвигается но больше мне интересны всякие партизанские вирусные рекламы чем например ну какой-то креатив вот чем гнать тупо трафик яндекс гугл социальной сети и фигачи там как он мне рассказывали по 300 тысяч долларов в месяц на то чтобы набрать эти лиды ну блин такая тема специфичность то есть это этим надо заниматься профессионально это не две копейки то есть там серьезные заработки на серьезные затраты то же самое как мы торгуем на амазоне на амазоне я прям как торговать я этим и занимаюсь григорий планируешь иностранцы ты рассказывал по внешнему трафику пропали да с иностранцами они странные очень вот они что-то писали писали я не пишу вот помощница она разговаривает английском договоритесь с ними запланируйте день хотя на день был запланирован и просто запланируйте тему все вам дается микрофон вперед из песни вот они мне каждый четверг пишет у нас сегодня я говорю да вы проснитесь и пойте она вы сначала утвердите договоримся точно когда в какое время я понятен есть нет вот сегодня у меня должно было двое вот одних я забыл а другие самое просто там не получилось ну раз уж собрал мероприятие уже просто я говорю на лайву вот 30 человек вопросов нет ну какой смысл и собирать я личный прямая логика записи ну да но она вообще затишье уже давно то есть там сейчас некоторые люди придут а не будем называть фамилии наверное надежит 150 человек просто поржать я не знаю на что наверное секреты какие-то кто-то знают который я не знаю вот у них хотят задать вопрос у меня не хотят задавать вопрос ну потому что я уже говорю того не пригласишь просто никто никогда не придет на мероприятие когда приходит 10 человек просто зачем так что ничего есть такой нормальной темой я из-за этого особо последнее время лайвы некоторые пропуская просто но у меня спроса нет предложения так что задавайте вопросы все все знаю просто мне кажется сейчас избыток избытка информации но это как у нас с этими самыми как их звать с индусами такая фигня была когда никому вообще знания нужны были нужны были я сейчас приду запущу товар и выгляну там пять ключей и будет только сейчас на данный момент наверно так про склейку сейчас вот написал бы видос расскажу как сделать склейку в конце видоса или там в середине вот подарок дан там например сейчас народ побежит вот или еще что-нибудь такое ну на что спрос если у меня на самом деле вообще интерес я я не единственный интерес попробовать эти стратегии вообще насколько те же отзывы был интересный опыт насколько они быстро влияет это был действительно интересно они очень сильно влияет как елен вопрос о продвижении ключи если я уже определила что мне одна один проще ключ имеет бессмысл на полный текст мвч включаем максимально здесь не будет ли это эффективно но я не я никогда не повторяю ключи меня не верю в этом смысла то есть у меня принцип такой это 20 на 80 минимальное количество усилий то есть ключ и так понимать ключевой запрос наверное все вот не ключ же не просто слово то сорсером я дополняю сейчас уникальными словами из фраз выдергиваю вот из тех которые мы собрали поэтому я загружаю одну но не одно наверное еще так не обнаглел совсем три наверное около трех ключевых фраз на может быть две фразы штук 56 основных ключей вот будет и стараюсь просто лозунг преимущество все-таки пытаемся уговорить через будет и дать ключевую одну фразу чем короче будет чем короче тайтл и чем больше туда плетено ключей логично по смыслу тем лично круче считать вот то что идут какие-то повторения какие-то фишки я каких-то людей для меня это бред силой кобылы вот в принципе об этом я даже говорить не хочу интересно у всех свой подход мне интересен подход фантазеров о том что если мы по 10 раз будем один ключ пробивать и он там лучше пробиваться ну напишите просто у вас там или на товар там джампроу то есть напишите там бренд джампроу джампроу бренд бай там дядя вася я бренд всегда пишу не вначале мы всегда пишем потому что я считаю субъективно человеку приятнее покупать товар брендирование то что сверху написано бирюзовым цветом что вот этот бренд но опять же купатель этого не знает что там написано а здесь произведено произведено такой-то компании там модель сша многие плюс модель даже калифорния там дизайн калифорния посмотрите что люди пишут у кого-то это срабатывает каких-то лишь каких-то ниши естественно не срабатывает вот но это гораздо более мощно чем вы напишите джампроу джампроу голубой а вот джампроу зеленый а вот зеленый джампроу ты вот это вот четыре-пять раз стоит и перечисляется для меня это просто какой-то бред не более того и также в серстерме просто джампроу по дня раз написали скейпроу джампроу и все то есть я иду исключительно к минимизации лисинга там 80 80 этих самых символов там ну и так далее amazon говорит делайте максимальный реванка лисе ну вот я делал максимально реванка максимально короткой для меня это синоним максимально реванка ну потому что я лишним на и лишнее сложно написать ну вот мы так и работа товар у нас не раз были бы серверов и сейчас есть так что слушать мне кого-то там кто там что-то мне рассказывает и много товаров не только мои кауч и учеников то же самое отлично запускается отлично все продается вот и за это мир слушать какие другие вещи просто я не хочу этим смыслами всех своей стратегии так были случаи что аккаунты на которых лилиоза получили банк эти ситуации след сейчас на ваш потом спасибо ну я ни разу не слышал про банк во первых баны я вообще не слышал за отзывы я слышал суспенды суспенды решались за несколько часов потом несколько суток сейчас там еще дают нам карантин вот единственная знаю на у никиту которого за отзывы забанили там он никак не разбанится вот но он реально сорвиг глава парень так что на него ориентироваться тут я не знаю единицы могут из этих всех семнадцати тысяч участников нашей группы по поводу склеек вообще ни разу об этом не слышал у меня когда забанили меня там всякие меня забанили за торгую марку но у меня пришел какой-то ворнинг непонятный за манипуляции с отзывами ну может быть за склейку это было может быть еще я еще раз говорю любая наша проблема девяносто девять процентов это работа конкурентов то есть если вы первый день выйдя на amazon заливаете тысячу отзывов и вас никто не видит вообще никто ну вы где-нибудь там баслеран сто тысяч но иногда даже 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 двадцать тысяч даже тридцать тысяч вас никто не видит на вас никто не жалуется у вас ничего не будет отклеивать у меня есть товары в нише безумных где все все отклеивают и где меня товары были в топах все от левой каждый день по несколько раз и там же есть товары которые делали склейку ничего не отклеится до сих пор потому что они где-то в глубоком месте находится причем идут органические продажи от склейки у меня всегда положительный эффект абсолютно то есть вообще никогда не было негатива то есть товар там 100000 баслеранг и склейку сделали там тысячу отзывов ну не знаю у меня просто ниши такие где тысячи работают примерно вот две тысячи у кого-то 200 может быть работать я не знаю но в любом случае есть такая критическая масса при котором начинает склейка работ вот идут просто продажи были товары которые падали настолько хорошо до соли рамки что даже мы при лучших распадах от недели ну и товар как обычно кончался вот было очень серенько потому что надо понимать что склейка влияет помимо количества еще и качество если вокруг вас все с двумя звездами у вас 5 звезд там 4 9 это просто фантастика а если вокруг всех вас по 20 отзывов зачем вам плеет 2000 соответственно если вы делаете даже небольшую склейку и резко например видно что очевидно 12 дня и у вас там 50 отзыв сразу пойду да и вот на жалобы как раз происходит все вот эти суспенда это лично мое мнение многих людей с кем я общаюсь то есть все это зависит именно от привлечения внимания потому что ну робота говоря там какая-то статистика есть 100 продаж а у вас там 80 отзывов там то есть это не так не работает как работать нельзя вот там у вас из 50 отзывов 49 там 5 звездочных 14 звездочных ну все это относительно по крайней мере за это я еще не разумея какие-то проблемы мы давно с этим работаем сомневаюсь что кто-то больше нас с этим работает ну вот единственным перестали так большом количестве верифаем заниматься мы все на самом как занимаемся как и занимаемся проблем в принципе не было ну вот ну вот такая вот история есть момент еще то что в любом случае надо какое-то логическое количество запускать а не загонять огромное количество там за день например то есть здесь какой-то соотношение там 10 20 процентов от общего оборота ну то есть такие момент это да так что я бы переживал именно за конкурент то же самое с не верифаем если вас все плавно растет очень аккуратно нет причина вас жаловаться от меня там есть там 10 15 20 пусть каждый день по одному отзыву приходит не верифай например приходит верифай ну будет будут проблемы расскажу ну можно опять же технически все это делать и уйти от не верифая делать отзывы на свой товар приходите на amazon первый же день закидывайте на 50 100 выкупов сидите курить и ждете отзыва можно это сделать также на на аккаунте меньшем количестве привезли и продали есть получили отзывы привезли на другой оси на склеили вот вас там отзывы причем релеванты никто вас не отклеить они привязаны к бренду привязанных товару морный там и там фото да ну то есть ну такие мне кажется обычные и все знали просто никто раньше это не делал вот сейчас это делают и бегем но кому что нравится я не знаю многие об этом говорят вот не секрета вести особых не не верифай все дали вообще по одному два раза в день делали но разговора нет о том чтобы до раньше за это вот еще с сентября месяц того года за это действительно очень народ так сильно переживал мы по гарантии долбили забудьте я всегда говорю это ход в рынок будет постоянно дорожать то есть то что было два года назад это что мы там с 100 раздачи верифай делали 100 отзыв и нам не дай бог там один отзыв не от лишь то сейчас вам могут сделать со 100 раздачи 30 отзыв верифай и сказать извините там никто больше сделать не смог ну вот и все то же самое с ними по им я не вид фай рассмотрю еще раз повторяю не верифай я не рассматриваю как критическая масса который мне будет давать продажи в будущем я их рассматриваю как критической массы который мне дает старт на старте на котором я могу вам получить максимальную конверсию при органическом запуске и неорганическом органическом это мы в любом случае бустуем раздачами товар поднимать в топы нет отзывов нет продаж им опускаться начинать есть отзывы есть продажи большие маленькие как повезет все зависит от конкуренции от вашего предложения вот если мы берем неорганические то есть это через пиписи то же самое если я могу запустить на третий день пиписи я на 3 день пиписи я не хочу записываться на 15 то есть стратегию стратегию мы как бы выстроим таким образом вот и все и и верифай удаляет все удаляю и негатив капает это нормально так давайте еще вопросы и спать то что ты сегодня совсем грустно если конечно они есть андрей как считаешь лучше делать раздача лучше слева аккаунт фэйсбук amazon палец фэйсбук я не знаю не знаю как amazon палец фэйсбук paypal и все остальное вот за труднее сказать то что технические вещи они там сети айпи и все остальное они палят любом случае может быть как с фейсбуком они отменились информацию но мне кажется это вряд ли там у них там своих проблем полно с утечкой данных и так далее там фэйсбук там слухом по миллиардов потерял недавно еще за утечку потенциальных данных так что в этом отношении не уверен но он любом случае как-то они там работают вот раздачи раздачи все дела по-разному кто-то через купоны кто-то там через компания кто-то верифай вытащить пора так или на конверсии с процентов нижней индастры поменяла фокус ниже чем у конкурентов на мой товар какой-то как у меня нет и для того никого меньше что еще можно сделать для повышения конверсии ну работа конверсии это такой комплексный вопрос тут ты во-первых это теста во-вторых цене хорошо товар у вас уникальный вопрос вас требуем ли он или не вас прямо мы это тоже не знаем бывает рискнул и попал бывает рискнул и не попал вот то есть что влияет на конверс на мой взгляд это первое естественно я уже повторял это большое количество отзывов по-настоящему большое количество ну вот это количество и качество то есть даже с не очень фотографиями с бешеным там я не знаю с тысячу отзывов с десятью тысячам отзывов у вас просто гарантированных подарок ну это это факт даже вот я не знаю даже без пи-пи-си пи-пи-си можно запустить конверсии будет выше это отзыва надо знать большое количество второе это отличные фотографии потому что они просто максимально привлекают внимание ну вот если у вас отзывов там до ста там не знаю там пару сотен то скорее ну в индастриал там я не знаю просто по-разному там она не супер и какая-то великая ниша но если там отзывов мало то и сотни может повлиять ну то есть если у вас будет небольшое количество отзывов то однозначно фотографии самое важное что влияет надо тестировать надо смотреть надо ковырять куда там поставить разные ракурсы форматы может быть еще потом соответственно влияет тогда лога звездочки все остальное это у нас уже ценник ценник ну все текст например тот же тайтл но он влияет в первую очередь на индексацию то есть куда мы направили лиснин вот ну тайтл может только отпугнуть он направляет amazon что это за товар где его индексирует чтобы была максимальная опять же конверсия максимальная конверсия будет в релевантных ниш но на дне сбываешь в релевантных ниш бывает такая ситуация что есть конкуренция высокая конкуренция и вы ее проигрываете но вы говорите вас она дешевле это хорошо но соотношение отзывов и цены так сторона чаще весов уравновешивает значит видимо в сторону конкурент ночью еще но будет и но внутренний личный текст вообще принципе не знаю насколько он сильно влияет мне сложно сказать для меня первую очередь это вот звезды количество рейтинг фото и цена андрей раздача верифа если у нас видео тоже удалял мазан да они все удалят подряд я не нормальных ребят они нормальных обычных покупателей удаляет но это amazon еще сговора чем меньше вы привлекаете внимание к себе тем соответственно вас меньше проблем так значит андрей какая конверсия на пищу ну еще сговорим делами тут тупо в цифре в 1000 если вы находитесь в нише где среднее количество до конкурентом 300 то 1000 будет просто глобально влияет на конверсию я просто говорю конверсия такая что представьте у вас реклама нет вы с 20000 бестлеранка упали я упал до 700 ну какая ну просто глобальная конверсия я даже не знал ну мы же не можем посчитать там товаров много этого конкретно некоторые товара не покупали вот хотя востребован также нормальный конкретно цена все дела то есть совокупность всех факторов учтены добывает делаешь все то же самое ты еще отзыв и запускаешь жестко пипись и бывает срабатывать бывает нет ну вот не берут и все но еще раз говорю конверсия вот эти вот вообще вот это вот 1000 плюс отзыв всегда влияет вновь лишь положительно я даже не стал не тысячи отзыва именно выше среднего но если вы еще больше то еще круче но проблема в другом вас видят открывает ваш кабинет смотрят так братан 10 дней братан 100 дней 1000 отзывов ну по-любому все понимаем что еще отзыв на 100 днях не так листинг там восемь тысяч дней полторы тысячи дней там и там 1000 отзывов тоже как бы уже так не будет к вам приставать а так что там есть способы проверил есть вариациями отклеил отклеил если вариация поиск вашим товаром к ассортименту амазония отклеит тогда вот и все так что тысячи нельзя мерить надо мерить именно так сколько раздавать какая такой ключ является этим высокочастотным все зависит только от конкурента естественно следующие вопросы если есть ну походу вопросу больше нет не вроде на все ответил тогда значит подытожим еще раз то ближайшее время будет запускаться советуем подождать немножко скоро мы выпустим свой сайт на котором будет бесплатный курс на данный момент я говорю около ну 33 видоса будет ну вот то есть полный полный пошаговый пошаговая инструкция для запуска бизнеса намаза да естественно это не стопроцентный полноценный курс но в любом случае для пораженного человек для человек который принципе для которого надо просто пинок для которого надо направление и порядок действий то есть надо сделать это надо надо вот это сделать надо обратить внимание на это надо вот и как записная книжка даже бывает проблема связана с тем что с тем что у нас ну например просто не знал там забыли как вариации до там например там забыли так купоны там где таки вот элементарные вещи мы потихонечку там как бы сделали для начала этого достаточно потом и будем его усиливать и обновлять В принципе, второй момент это анонс нашего мероприятия, в третий раз еще раз скажу, потому что реально нам это очень важно, очень тяжело все это организовывать, ребята там помогают, кто там уже был, в принципе, мы проводили три мероприятия, последнее мероприятие, к счастью, было самое насыщенное, интересное, потому что мы также учимся, совершаем свои ошибки. Вот, и так как мы этим никогда не занимались, не организовывали вообще ничего в этом направлении, идея, я считаю, достойная, прошу вас поддержать, поддержать на начальном этапе, специально мы будем делать на начальном этапе цены дешевле, потом будем делать специально дороже, чтобы стимулировать людей заведомо планировать вот эти все вещи. Вот, запланировать достаточно все просто, будет 2 июня, практически там чуть больше, чуть меньше двух месяцев, можно все это спланировать, мероприятие серьезное, для тех людей, которые планируют торговать, для тех, кто торгует, уже торгал, уже кто имеет большой опыт, это будет, мне кажется, такое прям, ну, супер-мега предприятие, потому что можно получить максимально свежую последнюю информацию по всем вот этим направлениям, плюс просто пообщаться, или, ну, у кого недостаточно базовых знаний, недостаточно чего-то такого, ну, то есть, практически универсально для всех. Это будет неинтересно только тем людям, которые сами этим не занимаются, а дают на аутсорс, вот, ну, если хотят сами научиться, то интересно будет, и тем людям, которые абсолютно новички, ну, то есть, человек еще там товар не выбрал, естественно, ему голову захламлять вот этим, PPC, например, смысла никакого нет. Но прийти пообщаться с опытными продавцами, смысл все равно есть. Ну, то есть, вы должны себя не обманывать, должны понимать, что придя туда, вы нифига не поймете, что по PPC. Записать себе какие-то там нюансы, ну, да, можно, но в любом случае. То есть, это, в первую очередь, профессиональное сборище для того, чтобы повысить свои квалификации. То есть, мы вот, вот именно вот этот формат мероприятия, именно для этого, из-за этого на огромное количество, как раз сюда больше народов, не местных москвичей приходит, а прилетает с различных регионов. Когда примерно выйдут видео, не знаю, надеюсь, в конце апреля. Сейчас у нас какое число? Сейчас у нас 9 апреля. Ну, в принципе, сайт на последнем издыхании, то есть, вообще, наоборот, на последнем издыхании производства. То есть, все должно быть готово в ближайшее время. То есть, надеюсь, ну, в апреле должен выйти. Потому что, вот сегодня я только видосами занимался, как раз доступ, и там все просто будет. То есть, дали почту, по почте мы будем делать доступ. Ну, и все. Потом вас замучим рекламой какой-нибудь там. Опять же, разослать вот о всяких мероприятиях полезных и так далее. Потому что, огромная проблема, то, что мы проводим мероприятия, а люди об этом не знают. Это, я считаю, неправильно. Значит, мы что-то неправильно делаем, мы неправильно рекламируем. Вот. Потому что человек должен знать, понимать, куда идти, зачем идти, и принимать для себя решение. То есть, ну, неинтересно. Это нормально. Так, Борис, по поводу, с чего начать, арбитраж или private label, или там dropshipping, это, наверное, чуть другая история. Здесь на вкус и цвет товарищей не имеет значения, с чего начнете. Ну, лично для меня. Ну, вот. То, что, если вы слышали о том, что люди говорят, есть определенные шаги, там, drop, private, то есть drop, онлайн, там, я не знаю. Private – это полный бред. Но это люди, в основном, кто занимается, наверное, drop, маняя, это и рассказывают. Я могу сказать, что без разницы, с чего начнете. Есть разные стратегии, то же самое, как начать с чего, там, с танка, с велосипеда, там, с мотоцикла, с гоночного автомобиля. Но если вы хотите на тракторе работать, вам езда на велосипеде никак не поможет. То есть, вы, там, комбайнером хотите стать. Или, там, танкистом. Ну, комбайнер и танкист, может быть, хоть как-то приближено. Вот, но езда вроде ездали на детском трехколесном велосипеде и на Формуле-1 вам тоже вроде как бы ездите, но из-за этого это не имеет значения вообще. Единственное, я любому, кто бы здесь не был и кого здесь нет, кто будет в записи смотреть, могу сказать, что есть два способа запуска. Первый запуск – это, естественно, с кем-то, то есть, кто вас обучает, кто вам помогает. Однозначно выбирайте те курсы, где есть личное сопровождение. Вот. Если этого нет, это все чисто инфобизнес. Вот. Если вы спросите, спикер с нами разговаривать вообще будет, то есть, мы вообще, там, можем задавать вопросы личные, личного характера, лично, или нет. Если нет, это инфобизнес. То есть, это люди, которые, в принципе, просто продают видосы. Если ребята занимаются исключительно коучингом, отличная тема. Единственный момент с коучингом, почему мы, вот я от этого потихонечку ухожу, потому что, не дай бог, что с человеком случится, жизненные обстоятельства, здоровье, там, и так далее, и так далее. Это тяжело. И до этого должна быть подстраховка. Вот. Второй момент, это, естественно, сообщество. Ребята, которые делают общение, тот же, там, всякие моменты, связанные с живым чатом и всего остального. И когда люди уже подготовлены, уже имеют опыт, и они как раз в чате общаются, задают грамотный вопрос и грамотный ответ. У всех свой опыт. Невозможно знать все. То есть, вот эти две вещи, они как раз имеют значение. Так что, имейте это в виду. Вот. Выбирайте правильно. Второй момент, бесплатный. Бесплатный, это, ищите, в первую очередь, мне кажется, почему мы сейчас, на данный момент, я говорю, кто заниматься по актерам. Приватым хочет, потому что, ну, я занимаюсь вот приватным. Другому ничем не помогу. Вот. Это однозначно. Найдите бесплатный курс, который будет вам давать, вот, я не знаю, ну, пошаговую инструкцию. То есть, это как вот называется, вот эта вот последовательность действий. Вот мы сейчас это сделаем. То есть, мы раньше занимались коучингом. Больше, там, второй год уже этим занимаемся. Ушли от этого в этом году. То есть, мы сделали в виде курса. Курс, что такое у нас? Это просто те систематические вопросы, мы перевели в видосы. Чтобы на нас время тратили меньше. Вот. Из-за этого мы экономим свое время. Но основные вопросы, это право-лево, выбор ошибки, чтобы контроль качества, это общение, передача опыта. У нас в любом случае, как было, так и осталось. Вот. Из-за этого видосы мы, как бы, сделали. Соответственно, сейчас основная масса у нас, естественно, в платном курсе по обучению. Где-то там одну треть мы оттуда выдернули. Для того, чтобы человек мог последовательно, шаг за шагом, запуститься в том же приватвайбле. Там будет именно скелет. То есть, регистрация на мазон, регистрация в пионере, верификация на пионере, верификация на мазон. И пошли-поехали. Выбор товара, как он делается, как пишутся лисинги, как делается вариация, как делается шиппинг и все остальное. То есть, вот эти все технические вещи, которые основная масса новичков именно этого и боится. На самом деле, там бояться нечего. Ну вот. Тем более, сейчас мы сделаем видос, просто открывайте, как книжку. Забыли что-то, открыли, сделали. Если какой-то там принципиальный видос мы забыли, например, там, ну, опять же, напишите, мы там его запишем, никаких проблем нет. Вот. То есть, вот такая вот история. А все остальное, ценность, это исключительно время, которому лично свою трассу. Из-за этого я, если вы любите по стране брендов, качественные вещи, там, я не знаю, какая-то у вас там журавль в небе вас больше интересует, наверное, приват. Мне вот именно креатив какой-то ближе к привату. Если вы любите именно оптовую торговлю, то есть, это знание брендов, это знать, где дешевле купить, где дороже перепродать в виде Амазона, то онлайн-арбитраж, наверное, более, менее рискованный бизнес. Ну, то есть, больше слиться в руках. Банят просто, в основном банят тех людей, которые просто не имеют, наверное, отдел в первую очередь. Или рискуют очень сильно. Или хотят очень много заработать, торгуют подделками и всем остальным. Так что, все бизнесы достойные. Вопрос только зависит от вас, как вы это все будете делать. А можно писать видео о том, как искать лонгтейл киеверц. Это Денис Улимченко, он любит про лонгтейл и вот эти писать. Зайдите вон в этот самый киеверцинспектор, забейте осень конкурента и получите там 7000 лонгтейл. Зайдите там, чем он там сейчас, Денис, пользуется серебром в Хельеум 10. Вот, 100 долларов в месяц, то же самое. Там 25, там еще скидки какие-то бывают, он вчера рассказывал. 25 можно осеньно вскрывать в сутки. Вот с того там золотого, с золотого этого тарифа. Ну, прикиньте, сколько может лонгтейл взять. Я лонгтейл беру тупо мерченворд, вставляю и получаю свое лонгтейл. Кому как нравится. Просто там приближено к осину, тут приближено больше ключу. Ну вот, я вставляю, вот вам нравится, там массажер, вы хотите проработать браш, массажер, вибратор, я не знаю, там, ну что еще вам такие. Потому что если взять док-тоис или там взять тоис, слишком большие. Ну даже тоис, все игрушки можете прогнать через мерченворд. Или через аналогичный программ, получить все лонгтейлы. Просто вам поработать придется на этом, месяц. Может быть есть какие-то другие способы, но я даже не знаю. Я, в принципе, лонгтейлы часто бывает прорабатываю через PPC, выдергивая, так как у меня много рестартов, много аналогичных товаров. Часто оттуда лонгтейлы выдергиваю. Ну это уже такие чисто профессиональные уже вещи, потому что у каждого свои наработки, кому просто как удобно. То есть один пользуется Amzascope, он другой, там, я не знаю, там, Джангоскаутом, третий пользуется, как мне там, скаутом. То есть там много программ, и каждой программой делает какие-то свои фишки. Я, например, там, через Amzavis, через Рубика делаю вскрытие. То есть мы пишем тогда тайтлы. На данный момент мы всегда думаем, как быть там впереди других. Вот. И все так же. То есть кто продвинутый продавцы, у кого хорошие обороты, кто успешные продавцы, все делают так. Всегда должны быть нагребные волны. Соответственно, мы всегда вот сейчас скрываем конкурентов всех подряд. То есть там берем, там, 5, 6, 7 осинов, обязательно скрываем. Мы скрываем именно серстермы. Есть программа, которая скрывает еще и PPC, заодно дает проект даже. Есть, соответственно, программа, которая скрывает осины по индексации. Вот. То есть два-три направления, выбирайте любое. Еще есть вопросы? Мы ждем, 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 ждем. А есть ли смысл покупать, чем там готовым бизнесом? Ну, какие риски в таком варианте? Ну, в любом случае, наверное, есть смысл. Есть ли смысл продавать такой бизнес? Вот это вот вопрос. Вот. Я ни разу не встречался еще с человеком, который, зарабатывая на Амазоне, продает. Я вижу покупку готового бизнеса. Первое. Должен быть посредник, который по деньгам. То есть вы денежки отдали, вам все передали, подстраховались. Тот человек, который продает, тоже подстраховался, чтобы... Вот. То есть должен быть обязательно посредник. Вот. Первый момент. Второй момент. Бизнес должен быть... Иметь какую-то историю, иметь статистику, иметь желательно какие-то вещи типа торговых марок, патентов. То есть причины, как это будет продаваться и так далее. Потому что если у вас продается уже бренд, это уже классно. Если бренд ищет, это уже классно. Это материальная собственность. Если вы продаете какие-то прыгалки, которые у 20 человек, такие же, как у вас, это не круто. Очень много людей обманывают. Обманывают или в цвет вообще там типа. Человек купил товар, раздал его. Говорит, вот у меня там за месяц там было 100 продаж. На самом деле, это просто он тупо раздал и все. И хочет из бизнеса похалявить. Некоторые пишут там какие-то бредовые цифры. Вот. То есть такое ощущение, что человек хочет вообще безубыточно выйти из ситуации, которые, ну там, дай бог, хоть что-то вывернуть. Вот. Так. Ну это, наверное, история минимум год стабильных продаж. Ну и от оборота, наверное, берутся деньги. Слышал я, что вроде как бы до трех годовых оборотов люди платят за это. Ну, мне кажется, должна быть наполняемость именно связана с вот торгомарками, патентами, всем остальным. То есть надо понять, в чем сила, в чем вообще, в чем этот товар продается, а не завтра эти же товарищи привезут такой же товар по тем же ключам продвинутого и вас подвинут. Вот. То что очень многие, ну не очень многие, но есть люди, которые известные, у которых очень большой оборот, а на самом деле они не зарабатывают. И они просто могут встюхать вот эти вот бизнесы, а на самом деле там бизнесы просто оборот денег, а где деньги-то, а заработка где. То есть кто хорошо зарабатывает, им просто такой смысл продавать, я не знаю. Или это будет очень дорого стоить. Ну, предположим, оборот 100 тысяч долларов. Хотя бы. Ну это прям очень скромно. 100 тысяч долларов. Оборот в месяц на аккаунте. Очень многие со 100 тысяч долларов не зарабатывают толком ничего. Тот на лайтинг-дилах сидит, тот на раздачах, тот на PPC там сидит и просирает. Вот. Огромное количество. Зарабатывают со 100 тысяч долларов обороны, говорят, там 2 тысячи долларов все. Не дай бог он где-то ошибся и PPC там что-нибудь проспал, кто-нибудь у него скликнул рекламу там, и еще какие-то риски. Не дай бог забанили на пару дней. Ну и все, и у человека вообще ничего нет. Что этот человек хочет, да, он хочет избавиться от этого аккаунта. Он будет всем рассказывать, что у него 100 тысяч оборотов. Или 500 тысяч оборотов, это не имеет значения. Вот. А другое дело, 100 тысяч ты зарабатываешь со 100 тысяч 50 тысяч долларов. То есть обороты небольшие, даже если тебя забанят не страшно, там товарные остатки тоже небольшие, вложения небольшие, а выхлоп охеренный. Вот. Ну какой бизнес купить? Естественно, вот этот бизнес купить. А за сколько его можно купить? Ну вот, вот этот вот вопрос. Вот тот, который 100 тысяч и 50 тысяч, я не знаю, за сколько человек удалось продать. Ну просто я знаю, что кто-то ему столько денег даст. Ну я не знаю, мне кажется, там, ну хотя бы там годовой оборот, там, годовой оборот это миллион двести, а то и там я слышала трехлетние обороты, там, двухлетние обороты. Ну вот. Когда такие деньги уже, это уже денежище серьезное, как их вообще передавать, какие там посредники, какие проценты, как налоги платить с этим. Ну то есть это уже вообще другой уровень трасс. Вот. А все остальное, вот, продают вот те товарищи, у которых ничего нет в душе. Те, которые накручивают эти обороты, втюхивают другим людям, которые не понимают ничего в Амазоне. А потом начинают математику считать, а там ничего нет. Так, дальше. Сергей. Продажа через PPC влияет на ранжирный лисингов. Абсолютно точно. Продаж через PPC влияет, как обычные продажи. Ну вот, то есть это и конверсия, это и в первую очередь там, ну вот экзакт, человек купил по этому ключу, он по этому ключу продвинется. Ну, гипотетически не купил, он, соответственно, по этому ключу упадет. Бывает часто, по крайней мере, мой опыт говорит, перекручиваешь и запускаешь PPC с маленьким количеством модулей. Ну и, естественно, охот плохой. Естественно, включаешь статистику плохую, начинаешь все это кидать негатив, начинаешь снижать ставки, а через там, какой период времени, там, потянулись отзывы, уже конверсия совсем другая. То есть, вот из-за этого я говорю, приходите все, будем задавать классные вопросы, ребята, они нам на это ответят. Записи еще, не будет. Так что, по PPC, вот мероприятие у нас будет серьезное. Круче, круче, я еще не знаю. То есть, именно целевых мероприятий, то есть, мне интересно, именно целевые мероприятия, то есть, которые дадут мне эффект, от которого я приду домой и знаю, что я заработаю больше бабла. То есть, я туда иду, заработать денег, получить ту информацию, которая мне даст денег. Вот, а не ту информацию. Ну, два вида, я понимаю, мероприятия. Есть мероприятие, которое дает информацию, как заработать деньги, и мероприятие, которое дает энергию, для того, чтобы заработать деньги. Но, мы как бы заряжать никого не собираемся. Я так думаю, тут основная масса и так достаточно мотивированных людей, потому что мы занимаемся таким достаточно высокорискованным бизнесом. Ну, так что надо, надо просто прорабатывать ту схему, которая у вас есть, ее просто улучшать. В принципе, все. Из-за этого, на старте, я и стал использовать PPC в полный рост, потому что это действительно, наверное, один из самых таких, самый белый способ продвижения своего товара. Есть, конечно, момент. Это, например, через купоны раздача. Согласен, но в любом случае, есть здесь момент, связанный с тем, что там все купоны работают, завтра не работают, там не за полную стоимость продажи. Здесь за полную стоимость продажи. есть моменты. Так, вопросы еще. последний блок вопроса, тогда. штука. М-м-м-м. Продолжение следует... Продолжение следует... Будет встреча такая... Грандиозная по PPC Приедет Ковалев, приедет Федосеев, приедет Федор... Приедет... И получится, я думаю, весело... Целый день будем разговаривать про PPC Федор Дениченко Забыл фамилию Вот Так что будет Тема PPC Весь день Как бы У нас три спикера Наша задача Раскачать их по максимуму Задать все вопросы, которые нас будут интересовать Терпимый процент Рефаундов я не знаю какая Вот Сложно, все сложно В разных нишах, по-разному, насколько я знаю Вот, меня за рефаунды били Там, по-моему, от 10% Вот, ну, писали, что исправимся Больше так делать не будем Будем хорошо работать Так, что нужно, чтобы Из 100 оборота и 2 прибыли сделать Да ничего не сделаешь Только товар Правильный выбор ниши И все То есть Ничего больше не сделаешь То есть Основная масса Людей просто неправильно это делает Ну, не то, что Как правильно Неправильно Это их выбор Они считают, что вот так работать можно Это касалось исключительно продажи бизнеса Просто я не знаю ни одного человека Который хорошо продается на Амазоне И он продает бизнес Из-за этого мы не делаем бизнес и под ключ особо Да, вот Федор как раз Помогает Мы там партнерку делаем Там с Русланом Там Еще какие-то есть варианты Вариантов много всяких Много всяких вариантов Вот Надо просто Интересоваться Но точно нет варианта Бизнеса под ключ Точно нет варианта Покупки бизнеса Я пока такого не слышал Все, что я видел Все, что мне рассказывали Всю информацию Это могу Единое целое внести Это или глобальный обман Или просто слив стоков Все Вот все, кто продавал бизнес Больше ко мне никто не обращался И чтобы 100 тысяч зарабатывать 50 зарабатывать со 100 Надо просто иметь такую морозу Все, больше ничего Вот и все То есть Это то, что Это можно так или нет Нет, это факт Это можно Мы вот сейчас в группе по обучению Например Запускаем товары Все вместе Ну как вместе Мы как бы руководим Кто обучением занимается А ребята нам помогают Или просто мы им отчитываемся Сейчас на данный момент У нас такой мертвый период Потому что мы как бы С товарами определились И двигаемся в этом направлении То есть там Образцы заказываем Занимаемся Всеми этими вещами Потом соответственно Производство будем Как произведут Приедет Вот потом жара начнется Бага За счет чего такая разница Хороший товар продается По органике А плохой PPC В этом все Да нет Совершенно не так Мой опыт говорит Исключительно о том Что когда все хорошо Все хорошо И окос обалденный И PPC не надо Вот А если и надо То он будет давать Просто отличный доход Когда все плохо Все плохо Вот сейчас у меня есть Несколько товаров Реально Задача одна Просто Быти Минимальными потерями Из Из товаров И все Просто перезапустить И идти Один товар мы выбирали Ну конкурентный Не зацепил людей То есть Ничего такого хорошего Вот моего ученика Сейчас у меня У двоих А другой товар мне принесли Очень конкурентный С маленькими товарными Остатками И дорогой То есть Патова ситуация Очень сложно И мы сейчас Просто через рекламу Пытаемся Минимальным окосом Чтобы просто сделать Хоть какие-то продажи Ежедневно Чтобы он сливался Просто и все И человек просто Возвращал свои деньги Ну вот Раньше как можно было Вернуть свои деньги Просто через индусу Вывести в топы По ключу И достаточно быстро Все продается Особенно в нише Где там по 100-200 продаж в день Вот Сейчас сделать склейку В аренду Может склейку кому-то отдавать Я не знаю Но она вряд ли будет работать Просто так говоря Я вот склейку Вообще больше не делаю Пока Вот То есть Я сейчас иду именно Больше К К Классической стратегии Плюс Сейчас будем Пробовать Именно Технический осин Посмотрим Как это будет выглядеть То есть работаем над этим Так Ну все в принципе Думаю все что можно было Рассказал Всем удачно Всем пока До новых встреч Посмотрим в четверг Кто у нас там придет На будущее По лайвам Лайв у нас Понедельный четверг 21.00 По Москве Если нету Там Анонса Или там 21.00 В это время Примерно Не запустились Ну соответственно Значит просто не будет Значит Нету темы Нету тематики Если есть анонс Значит Лайв в любом случае Будет Илья Соответственно Его закрою Как сегодня Когда люди не смогли Придти Или Или соответственно Просто Смотрите Наблюдайте Как это Делает